Итак, сегодня мы будем изучать первую главу, вторую главу и первую мишну второй главы Перкеа. И это будут слова великого Рэби, Раби Иуды Анаси, Рабейну Акадош, так называют его еврейский народ. Его не называют Рабаном, Иудой. Есть особенное выделение людей, которым еврейский народ дает свои имена. Рэби, Рабейну Акадош, а иногда только написано Раби Иуда. Он был главой еврейского Саныдрина, главой всех евреев в период временного затишья. Но представьте себе, о каком счастливом времени мы говорим, если известно, что он родился именно в тот день, когда погиб мучительной смерти был предан Рабе Акиву накануне Йом-Кипура. Сказано, что когда уходит один праведник, Творец не оставляет мир, и приходит другой праведник. И так пишет Рамбам, что Рэби был единственным в своем поколении и обладал таким огромным знанием Торы, и обладал таким обаянием и такими высокими моральными качествами, что все современники называли его Рабейну Акадош, наш святой учитель. Он достиг предела мудрости и возможных человеческих достоинств. Как говорили о нем, со времен Моше только у Рэби мы видели величие Торы и человека, которые слиты воедино. Речь его была чиста, и он достиг вершины добродетели и скромности. И он владел святым языком лучше всех других. После смерти своего отца Равана Шимона Бенгамлиэля Рэби занял его пост на Си. И на этом месте он был безукоризнен, безукоризнен. Он собрал вокруг себя мудрецов своего поколения и занялся важнейшим делом. Он отредактировал Мишну. Ведь известно, что были разные варианты Мишны. То, что получили мудрецы его поколения от своих учителей, он составил, уточнил Мишну. Есть мнение, что он не записывал шесть разделов Мишны, но он окончательно сформулировал их. Он жил в городе Бейчаарим на юге Нижней Галилеи. И там он основал огромную школу изучения Талмуда. И туда переместился Санедрин. Тот, кто вначале был в Уше, а потом Шафарми. В последние 17 лет жизни Рэби жил в городе Ципори. Там, где был особенный чистый воздух. Когда Рэби ушел из мира, а он обладал таким богатством, что сказано, что у римского императора Антония, Антонинуса, на самом деле наши мудрецы говорят, что это был великий философ и мудрец, император Марк Аврелий. Помните песню? Марк Аврелий, не Еврелий. Так вот, сказано, что у Антонинуса и у Рэби в течение года были особенные овощи. Говорится про речку, которые были и летом, и зимой. И это говорится про особенное богатство. Но когда Рэби умирал, он протянул 10 своих пальцев и сказал, «Галуй в яду, открыто и известно перед престолом славы Творца, что я даже на маленький мизинец не получал удовольствия от мира». То есть, даже используя свое богатство и так далее, все это было посвящено только служению Творцу. Так вот, какие же слова приводит Мишна, учителя всего еврейского народа? Рэби Омер. «Эйзу дэрах ешара шияворло адам». Рэби говорил, «Какой путь прямой, чтобы выбрал его человек?» Все то, что получает человек славу от людей, и чтобы ему самому было от этого хорошо. Это начало, Мишна. И обратите внимание, что это сказано как бы не впрямую, а дальше сказано прямое поучение. «Гэви загир ба митцва кала каба хамура». Будь осторожен с легкой заповедью, как с тяжелой. Как с трудной. «Шейна та йодэ матан скаран шель митцвот». Что ты не знаешь плату за исполнение заповедей. «Вэй мэха шев эв сед митцва и нега скара». И всегда учитывай потери при исполнении заповедей в соответствии с вознаграждением за нее. «Вэй истакэль ба шлоша дворин, вэй и атабали и девера. Обдумай, посмотри на три вещи, и ты не придешь к нарушению греху. Да, мали, мала мимха, да, знай, что над тобой. Айн роа, глаз видящий. Вэй озен шомат, и уха слышащий. «Вэй коль ма асэха бэсэфер нихтави». И все твои поступки в книгу записываются. И мы понимаем, что как бы Мишна, она состоит из нескольких частей. Какой путь может выбрать человек, что было ему самому хорошо, и он получал похвалу от людей? Казалось бы, здесь есть небольшое противоречие. То есть, то, что хорошо в глазах человека, может, это нехорошо в глазах других людей. И комментаторы приводят такой пример. Человек, который обладает огромным богатством, в его глазах это хорошо, но он ни копейки не дает никому другому. У других это плохо. С другой стороны, люди его прославляют. Все, что он зарабатывает, он отдает другим людям. Себе не оставляет. Значит, для других хорошо, для него плохо. И тогда комментаторы говорят, что здесь говорится о серединном пути. Ведь мы знаем, что тот, кто никогда не дает ничего, или тот, кто отдает все. Это и это не соответствует требованию Торы. Потому что Тора говорит о серединном пути. И это истина, Эмет, и это Тора. И это тот наш пратец Яков Авину, который соединил две противоположности. Милосердие Хесет Авраама и суд, и справедливость Ицкака соединил в одном, в серединном пути. Не правое, не левое, а серединный путь. И это и есть путь Торы. Но с другой стороны, что значит избрать себе человека? Ведь Тора, сказано, вот это путь, по которому идти, надо идти. Тогда как бы мы могли понять заповеди, которые между человеком и Творцом. Сука, Тфилин, Шма, изучение Торы человек может выбирать по отношению к другим людям. Как человеку себя вести? Я помню то, что рассказывал мне мой учитель Равицкак Зильбер, когда его сын, Авдель, великий мудрец, Равбен Сион Зильбер, там в Ташкенте он нашел хеврут, и вместе они изучали Талмуд. Но оказалось, что некому обучать каких-то людей начальным знанием, пятикнижию, чуть-чуть мишны, чуть-чуть закону. И он попросил от своего сына, чтобы он часть времени посвятил именно этому. И спросил Равбен Сион, папа, может быть, гораздо важнее, чтобы я его учил, глубоко изучал Талмуд с хеврутой, который у меня есть, с человеком, с которым я могу подниматься и продвигаться в Торе. И сказал ему Равицкак, ты знаешь, здесь нет других больших мудрецов, с которыми мы могли посоветоваться. Я беру на себя это решение, но я тебя уверяю, что твой уровень изучения и постижения Торы не пострадает, если ты будешь посвящать себя тому, часть времени отдавать другим людям. И это важный вопрос. Как человек может распределить свое время? То, что он должен посвящать себе, или то, что он должен отдавать другим? И это важный вопрос. С другой стороны, приводят комментаторы Рамбама. Рамбам, как раз мы находимся с вами в месяц Илюль, а может быть уже в месяц Тишерей, но в месяц Илюль и первые 10 дней в месяц Тишерей это 40 дней милосердия. Это 40 дней, когда Творец принимает просьбы Моше, который в третий раз 40 дней находится на горе Синай, хлеба не ел, воды не пил, не спал, полностью посвятил себя защите еврейского народа. И как раз по прошествии этих 40 дней Моше Рабейну спускается с горы Синай со вторыми скрижами и говорит Творец «Салахтики дворых! Простил я их по твоему слову!» То есть дни особенного милосердия. И я открою тайну. Сейчас мы записываем это «Рошходыш Илюль» в святом городе Иерусалиме начало месяца милосердия и дшувы. И говорят наши мудрецы, что месяц Илюль это месяц, который сравнивается с чистой девушкой. Бетула. Девушка, которая еще не была замужем. И многие думают «Тшува – это вернуться там, где мы были, вернуться к связи с Творцом». Но, объясняет наши мудрецы, Бетула – девушка, которая никогда не была замужем. Это значит, нужно открыть новую связь с Творцом. И мне это было непонятно. И, вы знаете, иногда сказано, чтобы человек никогда не молился, когда у него есть какие-то вопросы, даже по Торе. И вот, Муцей Шаббат во время Шмонайсера вдруг не открылся ответ, что это такое Бетула. Написано так, Раббейн Йона написал книгу Шарейтшува «Ворота Раскаяния». А есть у него краткая вещь, называется Исотчува, Игеретчува. И он объясняет, как человеку действительно попытаться открыть новую живую связь с Творцом. И он говорит, человек должен представить себе, что он чистый лист. Нет у него никаких заслуг. Ну, нет у него и никаких нарушений. Вот сейчас я начинаю заново. Я выбираю тебя, Творец. Я хочу быть твоим посланником. Я хочу исполнять твою волю. Это называется Бетула. Чистая девушка, которая еще не была замужем. Это начало. И тогда сказали наши мудрецы в трактате Кедушин чтобы всегда человек смотрел на себя, как будто он наполовину оправдан, наполовину обвинен. То есть у него есть нарушения и заповеди. Это ровно весы, которые находятся уравновешены. И сейчас в эту секунду зависит от него, что он сделает с собой. Он выберет исполнять заповедь. И тогда он перевесит и оправдает свое существование и существование всего мира. А если он сделает наоборот, то он обвинит себя и обвинит, к сожалению, весь мир. Так вот, это взгляд. Так теперь вернемся к тому, о чем говорит рабе Иуда Иуда. И он говорит, какой путь прямой, чтобы избрал себе человека. Что значит избрал себе человека? Так вот, я хочу процитировать вам то, что написано у Рамбома. И написано это в законах от Шуве. И сказано там так. Это законы от Шуве, пятая глава, первая и вторая закон. Право дано каждому человеку. Если он хочет склонить себя на хороший путь и быть праведником, право в его руках. А если он хочет склонить себя на путь зла, право в его руках. И нет кого бы то ни было, который бы мог задержать его, чтобы сделать добро или зло. И чтобы не пришло в голову человеку то, что говорят глупцы народов мира и недоделанные из народа Израиля. Я слышал от Гаона Рамы Шапира. Почему он называется глупцы народов мира? Голем это еще недоделанные. Но почему не глупцы? Потому что если бы еврейский народ были глупцами, тогда у нас было бы оправдание, мы не можем учить твою святую Тору, потому что мы глупцы. Но не так написано у Рамы. Голем недоделанные. Что значит? Которые говорят «Творец с самого начала постановил этот злодей, а этот праведник». То есть вот что делать. Этот родился праведником, этот родился злодеем. Никакой возможности что-то изменить нет. «Но это неправда, что каждый человек может быть праведником». Послушайте, говорит Рамбов. «Как Моше Рабейну». Не сказано, что может быть пророком, как Моше Рабейну мудрецом, как Моше Рабейну праведником. Что такое праведник? «Цадик». Тот выполняет то, что он обязан делать. Корень слова «Цадик» «Цедек» «Справедливость». Человек, который исполняет все то, что написано в шелуха на руки, он называется «Цадик». Сказано «Эвэд наиман карателю». Так говорит творец про Моше Рабейну. Рабом верным назвал ты его. То есть это то, что человек может выбрать для себя быть служителем Творца или злодеем как то, как Яравам Бен-Навад. Это первый царь десяти колен Израиля, когда разделилось царство во время царствования сына Шлома Рыхавама на два царства Иудею и Израиль. Так вот Яравам Бен-Навад извините, он был главой царем десяти колен. И он сам грешил и заставлял грешить народ Израиля. Сказано, что он был великим мудрецом, но гордыня подвела его. И тогда для того, чтобы евреи не приходили в храм в Иерусалиме, и там в храме мог сидеть только потомок Давида из колена Иуды. Он поставил двух золотых тельцов в Дании и в Бейтеле и сказал «Эле-элокеха Исраэль!» «Это твои боги Исраэль!» И под страхом смерти запретил евреям подниматься в три годовых праздника в Иерусалиме». Право у каждого человека. И написано так в трактате Вавилонского Талмуда Хагига «Обратился творец к Яроваму Бен-Авату и сказал «Раскайся, возвращайся, и я, и ты, и Бен-Давид будем вместе путешествовать, наслаждаться в Ган-Эдинге». Но хотел еще раз услышать Яровам Бен-Ават, что он будет во главе, что он будет прежде, чем потомок Давида. И он спросил «Кто будет во главе?» И тогда в ответ творец ему ответил «Бен-Давид». Тогда сказал Яровам Бен-Ават «Мне это не надо». Вы понимаете? Неисправленные качества. Гордыня. И сказано «Один из тех, у кого нет счастья в будущем мире, это Яровам Бен-Ават». Выбор в руках каждого человека. Это то, что говорит Талмуд, это говорит Рамиханина Бен-Доса. «Аколь бьедей шамай все в руках небеса?» «Худз ми раджа мэй», кроме трепета перед небесами. А кто может научить, что такое трепет перед небесами? Я вспоминаю, как один ученик попросил у Равицка-Казильбера благословение. «Дайте мне благословение, чтобы у меня был трепет перед небесами». Равицка сказал, это невозможно. Он сказал, «Как? Почему?» Буквально почти заплакал. Равицка сказал, «Ну, ты понимаешь, это нельзя благословить на это. Это можно заработать. Это ведь так просто. Каждое мгновение думать, что сейчас хочет от меня творец». Это называется трепет перед небесами. И сказано, что это одно из самых больших достижений праведников. Представляю творца перед собой постоянно. Это тема нашей Мишны. Знай, что над тобой. Глаз видящий, ухо слышащий, и все твои поступки в книгу записываются. Человек, который знает, что не он сам по себе хозяин всей своей жизни. что его послал сюда творец, что есть творец. А дальше глаз видящий, что человек может обмануть другого человека. Он может выдать себя за праведника. Он может отрастить большие песни, надеть большую шляпу, для того, чтобы прийти в синагогу и своровать свиток Тора. Но творец он видит, он слышит то, кто сотворил ухо, он не услышит. И больше того, все твои поступки в книгу записываются. Что это значит? Я закроюсь в комнате, выключу свет и буду делать все, что хочу. Какой пещере, какой тайном месте может спрятаться человек от меня, спрашивает Творец. Ведь все твои поступки в книгу записываются. Это ведь свидетельствует о человеке его собственная душа. Сказано, стены дома, в котором находится человек, о нем говорят. Каждое слово, которое он произносит, сказано, даже самая легкая беседа между мужем и женой представит ее Творец на суд перед человеком. КГБ в свое время был такой патент, когда говорили по телефону и не хотели, чтобы аппараты подслушивали, так делали то, что помните телефоны, когда еще не было у нас мобильных телефонов, когда в комнате о чем-то говорили, брали, набирали или закладывали карандаш в диск, тогда как будто отключалось запись того, что происходило в комнате. Я еще видел, когда мои родители Зевронам Леврахам, когда они хотели друг другу что-то сказать тайное, чтобы соседка не услышала, они писали на листочке один другому, а потом листочек сжигали. Так что перед Творцом нельзя жечь листочек, но человек, который знает, что есть тот, кто видит его, слышит даже мысли, которые в его сердце. Он осторожно идет по миру, потому что наши мудрецы сказали, что этот мир похож на минное поле, и пройти его очень тяжело. Но если мы уже родились в этом мире, что нам остается делать, осматривать свои поступки. А есть другое выражение наших мудрецов, прощупывать свои поступки. И объясняет это Рамхаль в книге «Веселат и Шарим», что это значит осматривать, насколько одежда, она не прохудилась, она крепкая. То есть это осматривать, посмотреть, что в твоих поступках плохое, и как их удалить, то плохое, что ты делаешь. А что значит прощупывать, это значит даже в хороших твоих поступках видеть, а что я делаю не во имя небес, во имя своей, чтобы утвердиться, чтобы подняться над другими людьми, чтобы получить славу от других людей. Поэтому часто еврейские большие праведники, они очень боялись этого, чтобы начнут люди их прославлять. Сказано, человек потеряет все то, что он сделал, и поэтому о своих хороших поступках люди стараются не говорить. И в конце я все-таки расскажу одну историю. Эту историю рассказывали про святого Камцана, то есть Скрягу из Кракова. В Кракове достаточно большая еврейская община была, и жили очень трудно, и был один богатый Йосли, самый крупный богач в Кракове, но никому он не хотел помогать. И часто какие-то люди приходили к нему и рассказывали, вот у нас то-то, 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 столько детей, кого-то надо выдать замуж, нету денег, даже на субботу. Он выслушивал все, а потом говорил, проваливает меня, ни копейки ты не получишь. И так все люди, которые сталкивались с ним, получали такой ответ, и уже никто даже к нему не приходил, но когда он умер, погребальные общины, общественные, хэмрэкадыш, они отказались его хоронить. Что такое этот человек, который никому не помог, мы не хотим его хоронить. Пока он не заплатит огромные деньги, ему наследники и так далее, но у него не осталось наследника. И в ближайшую субботу к Раву начали приходить люди и говорят, что делать? Раньше у нас каждую пятницу под дверь нам попадал такой желтый конверт. И пришла одна семья, и другая, десятая, и двадцатая, и тридцатая, и конверт. И вдруг эти конверты исчезли. И Рав получил письмо, какое-то письмо, он не успевал из-за того, что им нужно было доставать деньги одним бедным, другим бедным, третьим бедным. И вот наконец-то он открыл это письмо. Это было письмо вот этого самого богача Йосили. Который оставил все свои деньги бедным. И тогда Рав понял, что все эти годы вот этот богач помогал всем бедным Кракову, но не хотел получать славу от людей. Поэтому наоборот он получил проклятие, и сколько проклятие сыпались на его голову. Он был тайным праведником. И когда кончилась суббота, и объявил Рав, что мы все должны идти и просить прощения у этого праведного человека, праведника, который не хотел даже чуть-чуть получить в этом мире от людей. Он делал это во имя Творца. И делал так, что никто об этом не знал. Ну на этом мы завершаем. Я надеюсь, что на следующем нашем уроке мы попробуем еще углубиться в нашу нишу. х